всем привет вот и вторая часть подъехала с республики карелия город пряжа сейчас мы с вами пойдем наверно с дальнего угла сначала по низу пройдемся и потом поднимемся на крышу посмотрим что у нас там и что у нас на данный момент сделано я забегая вперед скажу что еще буквально пару дней и основное здание будет закончена и фасад и крыша так что наливайте чаю бейте печеньки ролик не знаю может на полчаса получится не знаю потому что есть места где хочется вам все это показать так что поехали так ну вот в прошлом ролике в прошлой части этот фронтон еще не был зашиты теперь его зашили идет по фронтону дальше все пальцем плохо что леса конечно стоят но надеюсь когда мы закончим леса снимут вот здесь у нас тоже как видите все зашито здесь будет фиброцементный садинг японский я вам сейчас его покажу в пачках лежит вот он будет вот эти где я места открытые это все будет зашиваться фиброцементным садинга здесь аналогично тому той колонии тоже все зашито на фасадный фальц г-образный здесь так здесь то же самое то же самый садинг специально я уже просто час я показывала вам он будет засовывать в эту рейку сюда вот эти все стены где видите не зашитым пальцем будут именно фиброцементный садинг так давайте отсюда пройдем заглянем во все места где можно заглянуть значит здесь отсвечивает конечно не видно но здесь тоже подшитый потолок получается тоже металлом он там видно не видно тоже фальц идет сейчас мы поднимемся на это леса попробуем оттуда заснять все колонны вокруг обшиты металлом на зашито на внутреннюю рейку с видимым швом здесь у нас фасад тоже внутренняя стенка зашито все металлом так а можно подняться на эти леса сейчас поднимемся главного и тяка залази с телефоном так давайте сюда пройдем покажем здесь попробую подобавить света так то немножко здесь тоже минимальным скатом туда чтобы водичка туда убегала сделано ну вот ну и пойдемте посмотрим подшивку потолка видите уже оранжевый да вот я на крышу поднимусь и покажу уже так и вот у нас подшивка потолка здесь фальц где-то прямой и переходит сюда вот такой вот узелочек посветлее сделаю вот так вот ну да и что не пойду показывать видите все обшито металлом так и пойдемте дальше там можно видеть вот еще обошьется та колонна низ фронтон здесь будет окно стоять если видите этот промежуток есть будет окно вот но поговорю осталось буквально пару дней и это здание будет полностью закончена вот пойдемте дальше я спустился не видно наверное все таки из-за лесов будет они знаю с дрона будет видно фасад я будут полетаю еще конечно смотрится это вот так вот если отойти вот и вот он фиброцеметный садинг моден джапан вот обшиваться так и мы пойдемте сначала по низу пройдемся посмотрим к еще узлы есть значит также обошьется вот эта часть вот видно подходит здесь тот же самый садинг будет здесь обошьется тоже фальцем все можно посмотреть как снизу сделал вот у нас сеточка префарация отсюда идет забор воздуха высота с вентилируемый вот и поднимается вверх и из там из-под желоба еще тоже берется уже в крышу про дух хорошо . солнце ушло вот как то вот так вот окно здесь безопасные эти отливы сделано здесь будет той и той самой садинг здесь будет садинг на торцах окна вот пойдемте дальше там окно полностью в металле но я в прошлом ролике показывал полностью откосы и все остальное сделано в металле вот это я показывал я начинаю телеса поднимусь покажу пройдусь это баня и гараж сейчас подготавливают все обрешетку везде тоже все колонны будут обходиться крыша фальцевая такие же желоба будут внутри а потом когда уже все еще 100 приеду через 10 дней если же они начнут через пару дней зашивать металлом ты уже более подробно здесь вам все покажу вот ну вот как то вот так вот это что касается по низу прошли теперь полезли на крышу вот поднялись на крышу это я вам уже все показывал в прошлом ролике исключение того что не было конька вен конька пойдемте поднимемся посмотрим поближе по сути сделано уже 700 квадратов это вместе с фасадом вот и кровли можно сказать за где-то полтора месяца конек у нас широкий вентилируемый здесь я вам все объяснял уже в прошлом ролике пойдемте поднимемся сюда сейчас будет самое интересное значит а то что раз поднимался не было готов еще этот фронтон не был готов низ все в металле обшивается вот так вот и обам вот наш оранжевый цвет задумка архитектора если кто спросит почему так сделали вот такая вот задумка у архитектора очень жарко у вас тоже очень жарко сегодня 11 июля как у вас погодка у нас плюс 35 кроли конечно грязные дождей уже месяц нету там уже делается сейчас мы поднимемся туда тоже все посмотрим в принципе с одной стороны мне кажется прикольно что ты тут оранжевый цвет я думаю возможно бы еще где-нибудь применить где-нибудь места таким цветом ну как видит архитектор так и делаем колонна здесь тоже будет садинг всем привет еще раз здесь еще бы с коньком подвязываться отворачиваться еще видите некоторые узлы еще не готовы до конца но они будут завершаться уже потом низ колонна тоже обшита пальцем знали на виды не виды все отцвечивает ну и пойдемте на то крыша посмотрим так и вот поднялись наверх пока поднимался петличка упала вниз пришлось сходить пока туда-сюда ходил весь вспотел так но здесь я уже показывал в принципе все прошлом ролике еще не было здесь не было юбки у трубы и здесь еще труба была не обыденно теперь закончена все так давайте да пройдем посмотрим вот пойдемте наверх сейчас поднимемся посмотрим возле трубы наверное подниматься немножко очкова так сам паузу поставлю залезу и так ну вот поднялись мы жуткая жара прям жуть все крышки временные здесь потом что там что там выйдут трубы и потом уже будет делаться колпаки тут особо нечего смотреть коньяк еще не готов все пыльные вот сейчас ребята обходят эти окна к этой мембране даже она грелась не прилипаешь здесь сделана разуклонка на окно обе стороны это как бы обязательно вот осталось тут практически две картины положить еще сюда три картины сюда одну картину и здесь уже готова финишка уже здесь будет обрамление когда окна будут стоять тоже зашита стенка фальцем все приезжать снимать узлы как делаются все это все подробно к сожалению ребята не могу как я уже говорил в прошлом ролике 400 километров не сюда ехать санкт-петербурга вот здесь поближе посмотрим еще такие маленькие картины впереди идут камины труба нужны 5 печники выложить из блока здесь специальный короб под печную трубу это печная труба быть пока не сделает обшить ее нам никак нельзя ну вот как то вот так вот ну вот ребят сейчас еще поднимем дрон посмотрим как это смотрится сверху вот я пока лазил уже весь потелся футболка уже мокрая полетаем на дроне посмотрим как сверху смотрится и следующий раз мы со прием через десять дней это ноги то 20 21 числа и потом уже 1 августа 1 2 августа уже конечный будет ролик ролик не знаю конечно 1 2 будет но 1 2 я со приеду уже за ребятами инструментом за оборудованием уже другой объект вот как то вот так вот так что все полетели ну и заранее скажу всем пока полетели и 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